Благотворительный фонд «Это чудо» Насте 16 лет. Она живет в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учится в школе, любит петь, танцевать, положительно относится к занятиям спортом и открыта для всего нового. Сегодня новая для нее мастер-класс по оформлению тортов, искусство владеть которым – честь для каждой современной девушки. Хорошо, что поговорить с Настей нам удалось пораньше, иначе знакомство не состоялось бы. Настолько девушка увлеклась процессом. До недавнего времени Настя и ее братишка жили с бабушкой, теперь в детдоме. За несколько месяцев Настя подружилась со всеми. Она вообще знает, как установить с человеком хорошие отношения. Например, ты не общаешься с этим человеком, потому что он тебе не нравится, а так просто подходишь, что, например, привет говоришь мне. Они потом со мной общаться начинают. Или, например, воспитатель, например, в плохом настроении подходишь, тоже обнимаешь, у нее сразу настроение поднимается. Сама Настя чаще всего пребывает в хорошем настроении. Танцую, пою там, на улице гуляю. Петь Настя очень любит. Раньше даже занималась в хоре. Ну, там мы пели у себя. У нас есть ДК. Мы там ДК пели на всяких мореприятиях. Там День города, например. Ну, просто, когда делать нечего, просто сидишь, поешь там песенку. У Насти достаточно четкие представления о жизни. Она знает, чего хочет добиться и как это сделать. Будущее на ближайшие пять лет она распланировала. Работу хорош найти, семью там. Мужа нормального, непьющего. Ну, чтобы работа тебе самой нравилась и чтобы достойные там деньги платили. Сначала на педагогический, потом хочу дополнительно на курсы пойти официанта. И еще на дому, чтобы работать. Если ребенок будет маленький, то можно будет работать наращивание ресниц, наращивание ногтей. Летом я уже на официанта работала. За разговорами и не заметили, как сделали полдела. Кондитер Татьяна Григорьева охотно делится не только кулинарными, но и житейскими секретами. Встретила подругу, которая сказала, что познакомилась с каким-то молодым человеком, который учился в кулинарном училище. Хотя я о таком никогда не слышала. Ну, я поинтересовалась, а что это за училище? На кого там учат? Сказала, что на поваров, на официантов, на кондитеров. Я заинтересовалась. Забрала документы с педагогического, куда поступала при этом. И пошла от него. Сейчас я тоже документы с педагогического заберу. И оказалось, что вот меня это затянуло. Сначала, смотрите, она тоже на педагогические поступала. Я тоже. А потом возьму и документы подам. Другое место. Главное, Настя, слушай себя. Беседы со взрослыми по душам Насте очень нравятся. В отличие от некоторых подростков, она не считает, что взрослые все понимают неправильно. Они-то как раз правы, потому что они больше жизни прожили и больше знают, чем мы. Но они тебя выслушивают, поймут, если трудные минуты, деньгами нам помогут. Если хочется кому-то высказать все свое, то, что накопило на душе, ты просто звонишь человеку, например, или он подходит к тебе, ты все ему рассказываешь, но на душе легче становится. Как будто камень из души упал. Торт получился и красивый, и вкусный. Насте на соседке его оценили. Жаль, только на чаепитие осталось немного времени. Насте пора было на занятия. Ансамбль «Синти» действует в детдоме уже шесть лет. Его участники приходят и уходят. А руководитель Антонина Лукина остается, потому что интерес к фольклору у ребят не иссякает. Настю она заприметила сразу. Настя девочка очень музыкальная. По ней даже видно, что изнутри выходит и песня, и танец, и движение. Это у нее все естественно получается. Уж не будем говорить и о поклоне, потому что это такой красивый поклон. Это уже говорит о том, что человек уже готов к творческой работе. Я как руководитель очень рада буду, если она свое музыкальное образование продолжит. И этим она будет заниматься. Пускай даже и работ не будет, но она в душе будет всегда мягкая, эстетически воспитанная девочка, культурная. В этом году Насте предстоит начать взрослую самостоятельную жизнь. Она заканчивает девять классов и собирается поступать в колледж. И советы старших друзей ей, конечно, пригодятся. Чтобы он мог передать ей идеалы хорошей семьи. Потому что у Насте немножко этого не хватало в жизни. Поэтому если попадется ей такой друг хороший и направит ее по правильному пути, у Насте все служится хорошо. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом наставник на номер 34 34. Стоимость СМС 50 рублей на номер 34 34. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова